В 2009 году Федеральному государственному учреждению здравоохранения ЦМСЧ-91 ФМБА России исполняется 60 лет. Этому юбилею и посвящается наш фильм. Центральная медико-санитарная часть участвует в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Одной из важных задач этой работы является оснащение медицинских учреждений современной техникой и оборудованием, что позволяет в конечном итоге повысить качество, оказываемое вселению города медицинской помощи. В этом фильме мы хотим рассказать о том, насколько улучшилось оснащение учреждениями в санчасти в последние годы. И начнем свой рассказ с акушерского отделения «Дома, где рождаются дети». С 1982 года акушерское отделение работает по принципу совместного пребывания матери и ребенка. Более 80% новорожденных прикладываются к груди матери в первый час после рождения. Более 98% детей находятся исключительно на грудном вскармливании, что привело к значительному снижению заболеваемости новорожденных. За успехи в работе по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания в 2006 году акушерскому отделению, женской консультации и детской поликлинике присвоены почетные звания Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ООН ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». В 2008 году в отделении открыта палата интенсивной терапии и реанимации. Ее оборудование позволяет лечить одновременно двух-трех новорожденных с различной патологией. Высокий профессионализм медицинского персонала, оснащенность отделения современной техникой и аппаратурой позволяет в течение нескольких лет сохранять более низкий уровень младенческой смертности по сравнению с этими показателями в Свердловской области и в Федеральном медико-биологическом агентстве. Более 10 лет в акушерском отделении функционирует кабинет пренатальной диагностики, позволяющий диагностировать состояние плода, своевременно проводить лечение и составлять прогноз на предстоящие роды. Для оценки состояния плода используется кардиотокография с полной автоматизацией обработки получаемой информации, исключающей субъективизм при анализе обычной КТГ. Казалось бы, обычное рабочее утро, спокойная деловая обстановка, даже немного будничная. Каждый знает свое дело и место, свои задачи, каждый уверен в каждом. И все же вот-вот должно произойти удивительное и неповторимое чудо – рождение ребенка. Чудо, привыкнуть к которому невозможно. Чтобы оно состоялось вот уже 60 лет, четко и слажено, в едином ритме, в одно дыхание, работает сложнейший организм – центральная медико-санитарная часть номер 91, в котором нет второстепенных или неважных звеньев. Все призваны одному служению – жизни и здоровья человека. Еще одна территория доброжелательная к ребенку – женская консультация. Учреждение отлично оснащено. В консультации оборудован оптимальный набор кабинетов для приема гинекологических больных и беременных женщин, ультразвуковой диагностики и физиотерапевтического лечения, операционное с предоперационной. Специалисты делают все, чтобы предстоящие роды прошли нормально. Ребенок родился здоровым. В специально оборудованном комфортном зале для будущих мам организуются лекции и занятия. В гинекологическом отделении к услугам врачей хирургический набор мини-ассистента фирмы САН с мини-доступом освоены пластические гинекологические операции. Широко используется ультразвуковая диагностика. ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Детская поликлиника, построенная в 1992 году по современному проекту, рассчитана на 480 посещений в смену. Медицинская помощь детям оказывается по 18 специальностям. В структуре поликлиники 14 педиатрических участков. На обслуживании находится более 11 тысяч детей. Детскую поликлинику отличает тот факт, что она является проводником внедрения передовых современных технологий. В детской поликлинике сосредоточено наиболее эффективное диагностическое оборудование. Здесь трудятся высококвалифицированные медицинские кадры с большим опытом работы. Около 80% врачей и медицинских сестер имеют первую и высшую квалификационные категории. Врачи-педиатры обучаются на цикле педиатрия, проводимом кафедрой педиатрии Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства. Основное направление в педиатрии – профилактическая работа. В поликлинике в отдельном блоке для исключения контакта с больными ведется прием здоровых детей. Здесь малышей осматривают педиатры и врачи узких специальностей. Родители получают квалифицированные консультации по вопросам вскармливания, режиму закаливания и развития малыша. В поликлинике оборудован кабинет поддержки грудного вскармливания. Врачи убеждены – тесная связь матери и младенца с первых дней, даже часов его жизни, позволяет в будущем избежать многих проблем. В детской поликлинике работает школа молодой матери. Забота о здоровье малыша начинается с заботы о его беременной маме. К услугам женщин – лечебная физкультура, музыкальная терапия, медиативные упражнения под релаксирующую музыку и, конечно, особенно ими любимых – занятия в бассейне. Многие потом приносят сюда своих новорожденных малышей уже в двухнедельном возрасте. В отделении восстановительного лечения оборудованы залы для лечебной физкультуры, два бассейна, сауна, тренажерные, физиотерапевтические, массажные кабинеты. Все это позволяет охватить реабилитационными мероприятиями детей с самого раннего возраста. Развитая, оснащенная педиатрическая служба – залог здоровья всего города, сегодня и на годы вперед. Есть такое изречение – эффект хирургии среди всех разделов медицины – самый заметный, а отделение хирургии – самое сложное и серьезное во всей системе медико-санитарной помощи населению города Леснова. Совсем недавно в отделении оборудованы четыре новые операционные, отвечающие всем современным требованиям. Развивать и поддерживать универсальность и взаимозаменяемость заставляет сама жизнь. Город Лесной – один из самых отдаленных от областного центра населенных пунктов. Этот факт обусловил развитие в городе узких направлений хирургии. Так, с 1996 года в Лесном делают операции по лапароскопическому удалению желчного пузыря. С 2002 года освоена трансуритральная резекция предстательной железы. Проводятся онкомомологические операции в сочетании с косметическо-пластической хирургией на молочной железе. Ежегодно в хирургическое отделение госпитализируется до 1900 человек. Работая в постоянном напряжении физических и моральных сил, многочасовые операции до 30 в неделю, хирурги не перестают оттачивать мастерство, учиться, повышать профессиональную подготовку. Все врачи отделения закончили клиническую ординатуру. И все же врачи понимают, что всегда лучше по возможности предотвратить сложную операцию, а там, где это невозможно, начинать ее, имея полную картину заболевания. И здесь на первый план выходит диагностика. Непосредственно в хирургическом корпусе установлен ультразвуковой сканер общего назначения SONIX SD. Его использование позволяет получать все виды доплеровского исследования с функцией трехмерной реконструкции изображения. Надежный помощник специалистов отделения лучевой диагностики новейший рентгенодиагностический комплекс Шимадзу, который позволяет проводить весь спектр рентгенодиагностических процедур. Отделение анестезиологии и реанимации стоит, пожалуй, в особом ряду. Настолько высока степень экстремальности, происходящего здесь. Инфаркты миокарда, кардиогенный шок, острые нарушения мозгового кровообращения, травмы, ожоги и обморожения, отравления, тяжелые роды – есть множество причин, приводящих людей в реанимационное отделение. Экстренные ситуации не единственны, когда требуется помощь реаниматолога. Анестезиологические бригады участвуют в операциях, отвечают за обезболивание, наркоз, контроль за состоянием пациента. Конечно, в таком отделении сосредоточено множество современной медицинской техники. Дефибриллятор, кардиомонитор, электрокардиограф, небулайзер, термоконтейнер для растворов, реанимационная укладка, аппарат для искусственной вентиляции легких. Отделение переливания крови полностью обеспечивает СМСЧ-91 всеми компонентами крови, которые в год заготавливаются до 500 литров. Изготовление компонентов крови и их профессиональное сохранение эритроцитов от 21 до 42 дней, плазмы до 2 лет, стало возможным благодаря оснащенности отделения переливания крови самым современным оборудованием. В 2007 году отделение получило гематологический анализатор Медоник, автоматический счетчик лета в крови, позволяющий быстро, точно и качественно проводить анализ донорской крови. В июле 2008 появилось новое оборудование – центрифуга «Скангель» и инкубатор для определения антигенов эритроцитов. Новая техника позволяет ускорить процесс определения и полного иммуногематологического исследования в 5 раз. Для метода характерна высокая чувствительность. Достичь быстрого и качественного разделения крови на компоненты позволяет центрифуга модели «Бексман». Сотрудники отделения еще хорошо помнят те времена, когда заморозка свежезаготовленной плазмы проводилась в бытовых холодильниках в течение 3 часов. Сейчас на этом этапе работы с компонентами крови успешно используется аппарат нового поколения, позволяющий за 30 минут заморозить плазму до минус 50 градусов, что дает возможность сохранять ее до 2 лет. А аппарат «Сахара» служит для размораживания или подогрева перед переливанием продуктов крови, упакованных в пластиковые контейнеры. И вновь, как в рассказе о многих других службах, говоря об отделении скорой и неотложной медицинской помощи, можно сказать, работать здесь могут только люди, готовые к неожиданностям. Ежедневно около 50 выездов к острым больным, а в период сезонных эпидемий, гриппа, например, до 200 выездов в сутки. Конечно, такая мобильность была бы невозможной без технической оснащенности службы. В последнее время полностью обновлен парк автомобилей, что очень важно, ведь радиус обслуживания скорой 25 километров. Введены специализированные врачебные наборы – реанимационные, родовые, травматологические. А специализированный реанимобиль оборудован дефибриллятором, кардиомонитором, электрокардиографом, термоконтейнером для растворов, реанимационной укладкой, аппаратом для искусственной вентиляции легких, набулайзер. Используется специальная одежда для вызовов. Врачи службы обеспечены современными антиритмическими средствами, обезболивающими нового поколения. Самое крупное подразделение амбулаторно-поликлинической службы ЦМСЧ-91 – поликлиника для взрослых. Ее главная задача – оказание амбулаторно-медицинской помощи всему взрослому населению города. Общее количество обслуживаемых – до 35 тысяч человек. В здании поликлиники действуют два терапевтических отделения, хирургическое, кабинеты врачей-специалистов. Открыт дневной стационар на 60 мест. Будущая медицина, считают профессионалы, несомненно, за развитием стационар-замещающих технологий. Поэтому в планах медиков – дальнейшее развитие стационаров на дому, школ для пациентов, чтобы научить человека самостоятельно контролировать собственное здоровье. Оборудован кабинет автоматизированной выдачи рецептов для льготных категорий граждан. Одно из последних нововведений – переносной компактный ультразвуковой аппарат с цветным импульсным и энергетическим доплером для широкого применения. Одним из важнейших звеньев поликлинической службы ЦМСЧ-91 была и остается поликлиника основного градообразующего предприятия комбината электрохимприбор. В поликлинике хорошо оснащен и эффективно работает кабинет эндоскопии. Основные его задачи – выявление ранних форм опухоли желудочно-кишечного тракта, патологических изменений. Современная эндоскопическая видеоинформационная система позволяет наблюдать эндоскопическую картину с малейшими структурными деталями. Открыт и стоматологический кабинет, оснащенный современным оборудованием. Имеется ультразвуковой наконечник для снятия зубных отложений, лампа для постановки светокомпозитных материалов. Молодозный рентгеновский аппарат производства комбината электрохимприбор выводит изображение на экран компьютера и позволяет врачу контролировать процесс лечения, помогает в диагностике заболеваний. На вооружении специалистов поликлиники комбината рентгеновский аппарат для раннего определения заболеваний молочных желез – маммограф. Еще одно из структурных подразделений поликлиники комбината – лаборатория медико-психофизиологического обеспечения. Своими главными задачами сотрудники лаборатории считают разработку и реализацию мероприятий, повышающих надежность персонала, работающего в особых условиях, сохранение здоровья и продление работоспособности персонала, создание благоприятного психологического климата в коллективах. Современным импортным оборудованием и приборами оснащен и кабинет офтальмолога поликлиники комбината. Асферические линзы, электрические офтальмоскопы, щелевая лампа обеспечивают микроскопические исследования структур глаза. Автоматическая бесконтактная тонометрия в считанные секунды позволяет произвести измерения внутриглазного давления. В стоматологической поликлинике оказывается полный набор стоматологических услуг населению города. Специалисты сервисного кабинета лечат и восстанавливают зубы светокомпозитами. Осуществляется эндодентическое лечение зубов импортными материалами и инструментарием. Оборудован ортопедический кабинет. В зуботехнической лаборатории есть все необходимое для изготовления металлокерамических и бюгельных протезов. Приоритетное направление детского отделения поликлиники – не только лечение, а главным образом профилактика стоматологических заболеваний. Хирургический кабинет. Работа на аппарате «Вектор» позволяет проводить безоперационное лечение заболеваний парадонта. Здесь же осуществляют зубосохраняющие операции, а в планах освоить операции по имплантации зубов. В 2003 году произошло объединение психиатрической и наркологической служб ЦМСЧ-91 в единое структурное подразделение – психоневрологический диспансер. Это мощное специализированное лечебно-профилактическое подразделение медсанчасти. В его составе действуют психиатрическое отделение на 55 коек, наркологическое отделение на 25 коек, диспансерное отделение и дневной стационар на 10 мест. В последние годы в психоневрологическом диспансере внедрен полипрофессиональный подход к оказанию помощи пациентам с психическими расстройствами. В составе полипрофессиональной бригады работают врач-психиатр, медицинский психолог, специалист по социальной работе, медицинская сестра социальной помощи. Оказание психиатрической помощи осуществляется с учетом последних достижений практической психиатрии и наркологии, с использованием современных научно обоснованных технологий лечения и реабилитации. Противотуберкулезный диспансер – еще одно социально значимое отделение ЦМСЧ-91. Птизиатрическая служба расположена в отдельном здании после капитального ремонта и реконструкции. В нем развернуты кабинеты с малодозной цифровой рентгеновской установкой, физиотерапевтический и кабинет для врачей-консультантов, отоларинголога и офтальмолога. Медики обеспечены всеми необходимыми лекарственными формами. Есть результаты. Заболеваемость туберкулезом в городе в три раза меньше, чем в Свердловской области. В пять раз меньше смертность, нет туберкулеза детей. Совсем недавно справил новоселье в здании после капитального ремонта коллектив инфекционного отделения. Одно из старейших зданий в медсанчасти сейчас – это современное светлое помещение, где удобно пациентам, комфортно медицинским работникам. Отделение оснащено всем необходимым, чтобы обеспечить нормальную работу этой значимой медицинской службы. Сравнительно молодое отделение в структуре ЦМСЧ-91 – отделение Сестринского ухода. Оно открыто в 2003 году. С этого времени значительно улучшилась медико-социальная помощь людям пожилого и старческого возраста. Ежегодно здесь получают лечение более 150 человек. Отделение обеспечивает медицинский уход за пациентами, зачастую беспомощными и одинокими, реабилитацию больных и престарелых, динамическое наблюдение за их состоянием, своевременную диагностику осложнений и обострений. Основными задачами персонала являются активация пациентов, предупреждение о развитии патологических состояний и осложнений, выработка активных движений. И здесь, по услугам пациентов, массаж, лечебная физкультура, занятия по восстановлению навыков самообслуживания, технические приспособления. Большое внимание уделяется психологической поддержке больных и членов их семей. Центральная медико-санитарная часть города Леснова – одна из немногих, где сохранена своя аптека. Конечно, многие лекарства, которые здесь готовились годами, переходят в область заводского изготовления. Но есть формы, которые невозможно изготовить в массовых объемах. Например, препараты для новорожденных. Срок годности лекарств для маленьких – всего два дня. Аптека прекрасно оснащена современным оборудованием, средствами малой механизации. Для перевозки иммунно-биологических препаратов используется специализированный термоавтомобиль. С 2009 года в ЦМСЧ открыта своя прачечная, что позволило обеспечить бесперебойное снабжение обработанным бельем все подразделения медсанчасти и дало значительный экономический эффект. В патологоанатомическом отделении производится пожизненная диагностика, исследование биопсийного и операционного материала. Отделение расположено в новом типовом здании. Оснащено современной гистологической аппаратурой различных фирм. ИКРОМ, ШЕНДА, СЕЙС. Еще одно направление работы отделения – экспресс-прижизненная биопсийная диагностика материала, полученного во время операции. В этих случаях результат выдается через 15-20 минут. Имея заключение специалистов отделения, хирурги могут определиться с объемом оперативного вмешательства. В работе используется исследовательский микроскоп Аксиолаб фирмы ЦЕЙС КРИОСТАТ, предназначенный для получения замороженных срезов материала. Еще одно направление работы, ведущееся совместно с женской консультацией и акушерским отделением – исследование последов. В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОТОВИТСЯ СТЕРИЛЬНЫЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, инструментарий и расходные материалы для всех медицинских отделений. Централизация стерилизационных процессов почти в три раза снижает материальные затраты по сравнению с децентрализованной стерилизацией. Применение современных материалов повышает эффективность стерилизации и увеличивает срок хранения материалов. Для предстерилизационной очистки применяются две ультразвуковые ванны с таймером и нагревателем рабочих растворов. После упаковки изделия отправляются в стерилизационное помещение, где стерилизация проводится в трех гравитационных стерилизаторах водным насыщенным паром под давлением. Вот очень показательные цифры. В год в клинико-диагностической лаборатории медсанчасти проводится около 2,5 миллионов исследований, более 8 тысяч в день. В лаборатории проводятся гематологические, цитологические, биохимические, иммуносирологические исследования. На вооружении специалистов аппараты экспертного уровня, дающие необходимые качества и скорость исследований и сводящие к минимуму человеческий фактор. Биохимические исследования также проводятся с помощью современной специализированной техники. Это автоматические и полуавтоматические биологические анализаторы, одноканальные и комбинированные, специализированные, работающие с высокой скоростью и качеством. Например, комбинированный анализатор RapidLab позволяет определить жизненно важные показатели состояния пациента, находящегося в критическом состоянии во время хирургического вмешательства. Или специализированный биохимический анализатор Cardian Reader предназначен для проведения количественного иммунологического анализа прямо на месте оказания помощи пациенту или в экспресс-лабораториях. За один только год для стационарных пациентов производится более 800 тысяч исследований, для амбулаторных – полтора миллиона. Центральная медико-санитарная часть 91 живет, развивается. Ровно, без сбоев, в едином ритме дышит большой сложный организм. Идет повседневная, ежечасная, ежеминутная работа ради жизни и здоровья города. А в акушерском отделении завершается плановая операция кесарево-сечения. И вот он, важный, волнующий миг. Человек родился. И благодаря тому, что в ЦМСЧ работают настоящие профессионалы, вооруженные современной медицинской техникой, здоровье этого малыша под надежной защитой. Субтитры создавал DimaTorzok